Доброе утро, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус, за все обетования, в которых по Твоему действию, по Твоей великой любви уже в действии, Господи, милость обновляется каждое утро, Господи, Ты подкрепляешь нас, Иисус, пищей своей, Иисус, обновляешь нас, наполняя нас ею, Иисус, слава Тебе. И сейчас в этом часе это совершается, Господи, благослови и помашь эту небольшую мысль к основной части, во имя Твое молимся и просим, Аминь. Аминь. Давайте прочитаем с вами 16-17 стихи. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него, к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава, во веки веков. Аминь. И также 15 стих, вторая часть, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешника, из которых я первый. И Иоанна 10 глава 10 стих, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, мы видим с вами здесь Иисус Христос говорит о себе. И апостол Павел также говорит об Иисусе Христе. И видим с вами, безусловно, различия. Но самое главное – это, что Иисус Христос, у Него вечные атрибуты. И Он пришел для того, чтобы благословить и спасти, и благословить вечностью. Другой князь, другой царь этого мира, он также назван вором, он пришел для того, чтобы погубить. Я подумал о такой мысли, что он сам уже ожидает своей смерти и сам таким образом пытается все больше и больше погубить людей. Но сможет ли он? Не сможет. Почему? Потому что жертва совершилась. Иисус Христос, одеснуя Отца, и ходатайствует. И у Него, Он все покрывает. У Него все под контролем. И Он не может погубить тех, которых... И вообще, мы можем сказать, ведь Он спас всех. Он предоставил этот путь спасения для всех людей. А вор хочет украсть, убить и погубить, но не может. И мы видим с вами здесь, что нас ожидает благодаря царю, который у нас есть, и который пришел также спасти нас и спас нас. И каждому предоставил этот путь в жизни вечной. Вор пытается украсть, убить и погубить, но не выйдет у него, потому что жертва уже совершилась. И путь для каждого предоставлен и открыт для того, чтобы каждый мог кусить эту жизнь вечную. И более того, для возрожденных свыше также есть и сейчас эта жизнь с избытком пребывания в жизни вечной посредством Слова Божьего. Аминь. Благослови вас, Господь. Спасибо. Аминь. Слава Господу. Пришел, чтобы спасти. Князь не может противостоять. Князь этого мира. Иисус предоставляет спасение всем. Пришел, спасти и спас. Путь открыт. И уже сейчас мы имеем жизнь с избытком. Мне бы хотелось сказать, что мы не верим в универсализм, что не все спасутся, но его пришествие для всех. И всякий, кто захочет, это выбирает человек. Мы с вами... О нас говорится о тех, которые приняли его. То есть мы согласились, приняли его в свою жизнь. И мы живем уже с избытком по мере того, как мы практикуем. Это удивительная благодать. Пришел для всех, чтобы спасти всех. Аминь. Спасибо, пастор Нурлан. Замечательно. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за песнопение. И они имеют слово в себе, эту жизнь в себе. Господь, это Евангелие. Мы благодарим Тебя за слова, которые прозвучали. И они имеют в себе жизнь, благодать, Евангелие. И благодарна Тебе, Господь, за то слово, которое сейчас будет. Потому что это слово жизни, Евангелие. Славься, Бог наш. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас шестое слово посвящения по первому посланию к Тимофею, апостолу Павлу. Мы во второй главе. И наша порция сегодня с первого стиха по седьмой. Сейчас апостол в этой главе переходит к наставлениям о действиях, поведении в церкви. И то, что было в первой главе, назидание и увещевание всех в церкви, а также и неотступно тех людей, которые или же по заблуждению, или же по невежеству, а пытались говорить о каких-то других вещах, а не об Иисусе Христе. А увещевание, цель увещевания – это передача любви Господа. От чистого сердца Господа, от доброй совести Господа и от нелицемерной веры Господа, начальником и совершителем, который является Он Сам. И вот практическая сторона с первого стиха. Давайте мы прочитаем и потом будем акцентировать. Первый стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. За всех человеков, за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу. Что хорошо? Жизнь тихая, безмятежная, во всяком благочестии. А также это хорошо, когда мы прежде всего молимся. И это хорошо и угодно, когда мы молимся за всех людей. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот теперь суть Евангелия. Ибо един Бог – Отец, Сын, Дух Святой. Первое. Единый посредник между Богом и человеками – Человек Христос Иисус. Посредник, который принёс Себя. Шестой стих. Предавший Себя для искупления всех. Этот акцент идёт, но мы потом поговорим. Таково было в своё время свидетельство. «Для которого я поставлен проповедником, апостолом, истину говорю во Христе, не лгу». Он подходит к кардинальной фразе. «Учителям язычников в вере и истине». Ну, вот такой отрыв. Итак, акценты, которые необходимы нам. Акценты для тела Христова и также для каждого верующего. Итак, прошу прежде всего совершать молитвы, приходить с просьбами. Молитва – это за себя, прошение за других, ходатайствование – это и то, и другое, и расширенный вид моления. А какая между ними разница – это не суть важна. Господь помогает нам в молитве римлянам, 8 глава. Там написано… Ну, давайте мы откроем и прочитаем это. По поводу молитвы римлянам, 8 глава, 26 стих. «Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Из нашего сердца извлекаются те мимолетные или же продуманные обращения, которые в повседневной жизни мы делаем. И со временем это предстает и переходит в замечательную практику молитвы. Кроме того, имеется и определенная культура моления, когда имеется молитвенный список или же фиксируются молитвы, которые произносятся, и они записываются, допустим, в дневнике молитвенном. Для чего? Когда мы предстаем перед Господом с молитвой, у нас есть великое желание, чтобы Господь ответил на эту молитву. Мы учимся молиться в соответствии с Его природой. На молитвы, которые не соответствуют Его природе, Он не ответит. Но Дух Святой, этими воздыханиями неизреченными, воздействием общения духовное филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Когда мы используем наше спасение по назначению, в общении с Господом. Потому что практически мы, молясь, находимся нигде иначе, как в престольном зале милости и благодати. А находясь в этом зале и мы очищены, в этом зале престольном милости и благодати, он и определено. Но вот эта аудиенция каждого из нас и всего тела Христова, они определены для того, чтобы там совершались прошения, моления, прошения, ходатайства. И они совершаются нами по мере нашего возрастания по вере. Кроме того, наши молитвы могут принимать характер очень настойчивых. Это не означает, что Бог не хочет отвечать. Это означает, что моя вера, ваша, наша вера, она скрепчает. Об этом говорится в 18 главе Евангелия от Луки, когда Иисус рассказывает притчообразную историю о судье, которому приходила вдова и просила его, потому что к ней пришли взаимодавцы, а муж её умер, и они пытались отобрать от неё и её имение, и её сыновей. Это похоже на четвёртую книгу царств. Такая же история. И просила эта женщина Елисея. И как он молился. И мы молимся. Наша вера во время молитвы возрастает. Потому что Бог нам... Смотрите, первая глава Евангелия от Луки начинается с того, что в храме проходит служба кождения. И в храме эту службу выполняет Захария. Он, в соответствии с подошедшей его ему очередью, он из колена левия, благочестивый, замечательный, заходит с достоинством, пристаёт в этом зале кождение. Всё замечательно. И вдруг осияло пространство, и явился ангел, и стал разговаривать с ним. И сказал ему о молитвенных просьбах, которые исходили из уст его и его жены, или совете, о том, чтобы Бог подарил им ребёнка, сына. А потом эти молитвы стали, по мере того, как они приходили в пожилой возраст, они становились слабее, и в конце концов эти моления перестали. А у Бога было припасено для них особенный сын, который будет выше всех пророков Ветхого Завета. Этот сын, Иоанн Креститель, укажет народу израильскому на Иисуса Христа, вот Агнец, который забирает на себя весь грех мира. То есть, у Захарии молитва была связана в некоторой степени со своим состоянием физическим. А надо было? Ну, можно было бы сказать, а кто мы такие, чтобы поучать, да, этого мужа Божьего? Нет, это мы для себя говорим и рассуждаем. Господь сказал, что эта женщина приходила к судье непрестанно и все время с одним и тем же, с одной и той же просьбой. И Господь сравнивает это с нашими молитвами не потому, что Бог не хочет ответить на молитвы, но Он развивает в нас желание быть в престольном зале милости и благодати для обретения благовременной помощи. Замечательно. Замечательное время, которое мы проводим. И церковью это чудо. Или когда происходят какие-то события, допустим, и нападки на церковь, и пастор объявляет, что чтобы собрались мужи Божьи вместе, и мы собираемся и молимся и проводим в молитве да практически всю ночь. Если кто-то не может выдержать этого, что бывает, устает, но все в порядке. Никакого осуждения этот человек дошел до своего предела, ничего страстного. И он отправляется в комнату отдыха. отдыха. Другие продолжают молиться. И вот шесть часов утра молитва заканчивается. А в восемь часов утра наступает, приходит ответ, что Господь все решил, вопрос решен. Какое укрепление церкви, какое замечательное пребывание в присутствии Бога. Посмотрите, что прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения, кстати, благодарения, можно это выделить в отдельное время. Благодарение. Достаточно ли мы благодарим Господа? Вообще это достаточное слово, оно не должно иметь никакого оттенка осуждения, а это приглашение. Приглашение, чтобы действовать. Потому что чадо Божье это как ребенок, в меру возраста и кроме того он может быть отвлекаемым чем-то или кем-то. И родители с любовью возвращают его к начатому делу. Правда? Итак, совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек за все народы. Только небеса откроют нам этих молитвенных воинов или воительниц, которые молились за всех. как например история нашей церкви в Балтиморе. Она чудесная, пастор Стивенс достаточно часто рассказывал ее, как шесть пожилых особ, замечательных дам. в их местности пастора не было. Они решили, будем молиться, чтобы Господь дал пастора. Это было начало молитвы. А продолжение было и о том, чтобы это не только поместная церковь была, но церковь с видением на развитие и миссионерскую деятельность. А потом они уже в молитвах выстраивали библейский колледж, а также студентов с разных стран. И это произошло. Это произошло. И противостояния тоже были. как-то мы приехали, небольшая группа из Балтимора в Ленокс, и там как раз все это имение, которое имела церковь. Но потом по разным причинам, нападкам и атакам это имение было утрачено. И больше никого там нет. Представляете, город небольшой, и он благоухал песнопениями, прославляющими Христа жизнь вечную. И потом добропорядочные граждане этого городка стали не особенно лояльными к этой церкви, сделали определенные вещи, и церковь поднялась и уехала в другое место. Мы спрашиваем, а что здесь было у смотрителей этого места? Да, да, здесь была какая-то церковь. И мы рассказали, какая-то церковь, и как она сейчас по всему миру идет и говорит Евангелие. за всех человеков, за царей, обратите внимание, за царей. В это время царствует, когда пишется это письмо, царствует в Риме нейрон эгоистичный, властный, амбициозный, который думает о себе как о светском поэте, может быть, и был талантливым, но он добивался признания через странные вещи, а я не буду говорить, это не о том. И в это время, когда идут притеснения, финансовые неурядицы в царстве, имеется также сеется противостояние относительно церкви, и апостол Павел предлагает молиться за царей из-за всех начальствующих молиться, дабы Господь, а он может, потому что это сделать, потому что всякий начальник, всякий царь находится в его руке, и он может направить. Мы верим и мы молимся. О чем молиться? Казалось бы, дабы проводить нам тихую, безмятежную и во всяком благочестии и чистоте жизнь. Но да, а каким образом достигается? Ибо хорошо и угодно это его желание спаситель нашего Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись, и эти цари и начальники. Потому что жертва Иисуса Христа стала камнем преткновения. И мы возносим это. И тот, кто еще вчера спотыкался и не понимал, почему у него что-то не ладится, обнаруживает Евангелие, как это с Константином произошло императором, и как прекратились гонения на христиан, на церкви. А через некоторое время вообще из тех притесняемых, отвергаемых, презираемых людей в империи христиане стали теми, чья религия возымела давление, вернее, воздействие на умы всей империи. Да, у империи там были свои сложности развития, не суть. Она стала империей верующей в Иисуса Христа. У церкви были свои сложности, это да, Господь знает, и Он исправляет, подвигает. Нам здесь сказано, молиться за царей и всех начальствующих второй стих, это особенное поручение молитвенное, дабы у нас была тихая жизнь, посвященная Богу, и в этой жизни мы расширяли молитвы и и за соседей, и за внутренние, за тех, кто живет в нашей стране, чтобы мы проводили тихую, безмятежную жизнь во всяком благочестии. слово благочестия Павел использует 15 раз в Библии и 10 раз это в трех пастырских посланиях, первое, второе к Тимофею и послание к Титу, 10 раз, и 5 раз встречается в его речах в книге Деяний. Благочестие это поклонение, юсебея на греческом языке, это когда человек коленопреклоненно молился и прославлял Господа, и он простирался перед Господом невидимым, неслышимым, но видимым, и слышимым, в духе, и возносил хвалу, и потом он откидывался, поднимал руки к небу. Это удивительное состояние человека. Молитва для нас это любая форма, и духовное поклонение и преклонение перед ним. Вы можете это сделать не физически, а духовно, когда вы стоите на, допустим, ожидая транспорта, на какой-то остановке, или еще его где-то, или вы находитесь в окружении недоброжелателей. Когда-то у меня такой случай был, когда хотели, да сами полицейские в другой стране захотели и поживиться финансами, которые у меня были, да и причинить вред. И вот я смотрю, куда разговор наш клонится, встал, да и встал молиться Господу, говорю, отец, вот эти вот люди должны были меня защищать. Ты видишь, что происходит? Короткая молитва была. Весь план был тут же разрушен. Два человека, которые думали, что они смогут поживиться финансами, один как парализованный был, но люди внутри верят в Бога. Одна религия, другая, но они верят в Бога. И шутки шутить с Богом не надо. Молитва и все пришло к замечательному завершению. Это хорошо и угодно спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Спаслись и достигли познания истины. В послании Колоссянам в первой главе много говорится об этом познании истины. Иисус говорит о себе, что Он истина, Я путь и истина и жизнь. Познание истины, это обозначает познание Его и первого пришествия, и Его миссии как Агнца, причем Агнца в двух ипостасях. Первое это то, что Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который забирает на себя весь грех мира. Тот, который был без греха, произвел обмен. Свою вечную праведность отдал нам, забрав на себя наши грехи, грехи всего человечества, и совершив восхождение на Крест. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, или 20 стих, где говорится, что Отец, а это была Его воля, чтобы не знавшего греха, у нас написано сделать жертвою за грех, на русском языке, но слово жертва записано курсивом, это обозначает, что в оригинале этого слова нет, оно как бы подразумевается, и это для благочтения было поставлено, а на самом деле Он сделал его не жертвой, а сделал грехом. На Иисусе Христе был распят наш грех, и кроме того, Он является не только жертвой, но жертвой, обозначенной как жертва умилостивления. Слово умилостивления это обозначает принявший на Себя весь гнев Бога за наши совершенные грехи. Это трудно представлять, но тем не менее надо, потому что если это не представляет место Христа, пытаются занять кто-то другой, человеке, какие-то замечательные, вероятно, личности, но это не Христос, они не спасают. Ибо хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди, цари, начальствующие, все народы спаслись и достигли познания, так какова же воля Бога во всем этом принесении жертвы. Вчера у нас было причастие, и мы говорили об этом по посланию Колоссянам 1 главе 19 стих по 22 стих. Это была воля Отца. Причем когда-то я думал, ну вот предположим, если бы я был Господом Богом, ну зачем жертвовать Сыном? Просто бы сказал, да и все стали чистыми, праведными. Но Бог же всемогущий. А грех бы тогда оказался не наказанным. И определение Бога было совершенно четкое. Возврат грешного человека к Богу и помещение его в самого Бога требовало невероятного очищения. Наши мысли, когда мы с Богом, они совершенно другие. Когда мы слушаем проповедь, бываем в церкви или же на слове посвящения, а оно может проходить, например, когда мы были в разных странах и в кафе, и в парке, и на стадионе, где угодно, где угодно. Главное, чтобы была пища духовная. Эти и слово, и дискуссия, и люди выходили из этого, из этой встречи наполнены радостью и пониманием. Потому что, ну, смотрите, когда мы приходим в институты, университеты, учебные заведения, мы выходим-то из них уже нагруженные знаниями, правда? Всего того, как мы воспринимали. Когда мы приходим к Господу и слышим Его слова, то мы приходим нагруженные и облагодатствованные жизнью вечной. Кроме того, это известный факт, что в евангельских церквах происходит не потому, что они такие особенные, а потому, что они всё время в этом Слове Божьем, Библии находятся и омываются банией водной от Слова Божьего. Ефесянам 5 глава 25 стих. И находятся в этом Слове Божьем, а оно производит воздействие и производит очищение. Кровь Иисуса Христа. 1 Иоанна 1 глава 7 по 9 стихе Мы общаемся о завершённой работе Иисуса Христа и кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И мы достигаем познания истины. Познание истины это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Он истина. Вполне возможно мы испытали в своей жизни и то состояние, которое было у Понтия Пилата в 18 главе Евангелия Атеана. Когда Иисус когда Понтия Пилат задаёт вопрос Иисусу так ты царь? Иисус спросил его ты этот вопрос задаёшь от себя или от евреев? Тот говорит я не принадлежу к иудеям то есть от себя Иисус сказал что я пришёл из Царства Небесного для того чтобы передать истину людям. А что такое истина спросил Понтия Пилат? Хороший вопрос правда? Прежде чем Иисус ответил ему ответа не последовало потому что Понтия Пилат убежал вот другое дело а почему он убежал? Страх он грешный а перед перед ним стоял тот кто его грех забирал и потом что произошло с Понтием Пилат он написал на дощечке над головой Иисуса Христа сей есть царь иудейский как были возмущены первосвященники не надо так писать напиши он говорил то есть это неправда потому что сей есть царь иудейский люди будут смотреть и некоторые из них скажут да аминь это было понятно первосвященник это было понятно и Понтию Пилат он убежал от истины а истина его достала чтобы достигли познания истины 4 стих Господь хочет чтобы не только спаслись но имели личные взаимоотношения с Иисусом Христом потому что в этом находится в этом смысл всего Евангелия этот смысл три направления первое Бог един есть только один это первое и вот второе един один и посредник между Богом и человеками один посредник третье этим посредником является человек Христос Иисус или же человек Мессия Иисус человек Бог Бог стал человеком для чего для того чтобы принести себя в жертву за наши грехи вот какой посредник да ты веришь в Бога да он есть у него есть замысел спасения тебя и он общается с тобой через своего посредника через Сына он все передал Сыну и сотворение этого мира и поддержание этого мира и исцеление этого мира и соединение небесного и земного где в Иисусе Христе человек Христос Иисус это звучит филиппийцам вторая глава этот имеющий будучи Господом Богом не читал что это досталось ему а он отложил это и пошел и принял образ раба стал человеком самого низкого сословия потому что его казнили как государственного преступника или преступника вообще среди двух злодеев чтобы даже злодей находясь рядом с Иисусом и слыша его воздыхание и хриплую речь когда вероятно он услышал когда Иисус молился обращаясь к Отцу 24 глава 23 глава Евангелия от Луки Отец не вменим этого грех потому что они не знают что они делают распяли Господь на кресте и он спасает людей только в вечности мы узнаем сколько людей тогда было спасено и из тех кто кричал и негодовал потому что много было наговорено против Иисуса Христа только он является посредником Бог ставший человеком и предавший себя для искупления всех его крови пролитой на кресте достаточно для всех вот уже две тысячи лет спасаемся и таково было свидетельство и вот для этого седьмой стих я поставлен проповедником глашатаем который трубит по всему миру и апостолам истину говорю во Христе не лгу это стилистический прием истину говорю не лгу учителям язычников вере и истине а это для чего да бог послал его обучать язычников это истиня потому что в некоторых группах иудеев было понимание исключительности что только еврейский народ а когда мы читаем евангелие обнаруживаем он пришел еврейский народ выполнил свою удивительную роль сохранил и пронес через собственные неурядицы через преследования он слово пронес и в этом слове когда мессия пришел и явил свои чудеса то знатоки слова посчитали нет им другой нужен мессия ой 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 но он дает им шанс а другие народы слыша это слово и некоторые из них хотели статьи время про зелиты и все делали как им говорили что что делать нужно для того чтобы стать а теперь вдруг они обнаруживают что Иисус этот посредник этот Господь Бог Спаситель пришел чтобы спасти всех каждого и уже не закон важен а приобретение Иисуса Христа через веру и тогда сам Господь Иисус наводит в этом человеке в его уме дарит ему свой ум свое сердце свою веру и добрую совесть вера не лицемерная а искренне я грешный и мне нужен только лишь один тот который от Бога и и по этому предназначению станет для меня входом для того чтобы быть навечно вместе с Богом прежде всего прошу совершать молитвы прошения моления благодарения за всех человеков за царей за всех начальствующих ибо это хорошо и благоугодно для Бога потому что это приводит к поклонению к чистоте спасения аминь отец наш небесный мы благодарны тебе за это чудо которое ты даруешь нам через слово Божье благословите слова которые мы услышали прославься Бог наш может быть среди тех кто слушает это слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя примите его скажите Иисусу признание в молитве дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь научи меня твоему слову приведи в живую церковь люби прощай поднимай если упаду прославься и в моей жизни Господь во имя Твое Иисус Христос я прошу и молюсь аминь